Готовый бисквит поступает на охлаждение. Покажите? Пройдёмте, я вам покажу. Здесь наш бисквит охлаждается для дальнейшего приготовления полуфабриката для рулета. Скажите, а каким образом он охлаждается? Я смотрю, сеточка вроде бы тёпленькая. Бисквит охлаждается на сетчатом транспортере при естественных условиях, при температуре окружающей среды. Охлаждённый бисквит нарезается дисковыми ножами на тыпродольные полосы и равномерно пропитывается промочкой. Скажите, а вот благодаря именно этой промочке, наверное, бисквит остаётся таким нежным и мягким так долго? Да, вы правы. Скажите, а вот этот джем из чего? Это вишнёвый джем. Ой, здорово, вишнёвый джем мой самый любимый. Скажите, а джем вы тоже готовите здесь? Джем мы покупаем у производителя, а вот крем-начинку мы производим сами. А вот эта вот густая масса, это есть крем-начинка, да, белая между джемом. Скажите, а из чего вот готовится крем-начинка? Крем-начинку мы готовим из жира кондитерского, сахарной пудры, инвертного сиропа. И, наверное, уже дальше уже всё это сворачивается вот в те самые рулетики, которых мы ждём, не дождёмся. Да. Нарезанные охлаждённые рулеты поступают на участок декорирования, где на рулеты наносится глазурь. Далее рулеты поступают в холодильные устройства. Мила, скажите, а они вот уже такие красивые и такие выглядят вполне готовыми, так вкусно пахнут. Неужели с ними нужно ещё что-то делать после того, как они охладятся? Да, нужно охладить кондитерскую глазурь. После холодильника рулеты поступают на упаковку. После охлаждения готовые рулеты укладывают в картонные подложки. Далее рулеты поступают по транспортеру на упаковочный автомат. Пойдёмте посмотрим? Пойдёмте посмотрим. Здесь на готовый упакованный рулет проставляется дата изготовления. Далее рулеты проходят через металлодетектор. Мила, зачем же нам металлодетектор? А для того, чтобы отобрать рулеты с посторонними примесями. Надо же. Возьмите рулет к чаю. Спасибо вам большое. И вот он, наконец, наш долгожданный вишнёвый рулет. И после того, как я видела весь процесс изготовления, могу смело вам сказать. Кушайте, наслаждайтесь. Это очень вкусно и совсем не вредно. До новых встреч. В программе «Контрольная закупка» работает телефон горячей линии. Вы купили некачественный товар. У вас есть претензии к производителям. Вы не знаете, куда обратиться. Сообщите нам о своих проблемах по телефону в Москве. 232-03-93. Горячая линия работает круглосуточно. Звоните. Штук пить к чаю. Этим вопросом хотя бы раз в неделю задаётся каждый из нас. И очень часто мы выбираем фруктовые бисквитные рулеты. Правильно ли мы делаем? Давайте поговорим об этом со специалистом. Добрый день. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вы бисквитные рулеты покупаете себе, нет? Ну, очень редко. И то, если приходят в гости любители сладкого, сама стараюсь воздерживаться от этого продукта. А почему? Ну, на самом деле, если посмотреть состав... Давайте посмотрим состав. Давайте посмотрим. Из чего сделан рулет? Тут очень большой список. На первом месте мука пшеничная высшего сорта, потом сахар-песок, потом джем, потом желирующий агент пектин, потом консервант царбат калия. И ещё очень много всего. Пропилен, гликоль даже есть. Пирофосфат натрия, натрий-двуглекислый, порошок яичный, эмульгатор и диглицерид. В общем, химия какая-то сложная. Одна химия, совершенно верно. Вот поэтому я его не использую. Но на самом деле продукт-то вкусный. Но если посмотреть на состав белки, жиры и углеводы, давайте посмотрим, сколько... Давайте. ...чего в этом продукте содержится. Итак, в одном рулетике содержится 842 калории. Реально, это примерно 60-70% рациона любого среднего горожанина. Углеводов 130 граммов. Это почти 500 килокалорий за счёт углеводов. Это много. Белки 9 граммов, жиры 26 граммов. В общем-то, немного жиров, да? Жиров много. 26 умножьте на 9, это будет калораж жиров в нашем рулетике. Подождите, почему вы умножаете на 9? Потому что 1 грамм жира при сгорании даёт 9 килокалорий тепла. Значит, чтобы понять углеводы, калории, на что нужно умножать? Ну, смотрите, 1 грамм углеводов даёт при сгорании 4 килокалорий тепла. Если у нас 62 грамм углеводов, умножаем их на 4, получается... 250, среди? Это, грубо, 250, да. То есть 250 плюс 800, которые изначально... Не-не-не. Мы как бы разложили калораж, вот эти 850, на составляющие. Из них 250 у нас будет калорий углеводных и очень много жировых. Помните, мы считали? А, я понял. То есть энергетическая ценность – это и того, да? Да, и того. Неполезный продукт. Получается, что этому продукту можно полакомиться иногда... На даче. На даче, когда после того идёт трудотерапия... Трудотерапия? Да. То есть, когда надо сжечь эти калории, тогда это можно себе позволить. Я вас понял, что это отвечает на вопрос самых обычных покупателей, самого обычного магазина. Давайте. Почему бисквитные рулеты так долго хранятся? Скажите, что в них добавляют? Консерванты. Консерванты. И довольно много. Поэтому нормальный, хороший продукт полгода храниться не может. А консерванты, консерванты рознь, да? Есть консерванты менее опасные, более опасные. На самом деле, консервантов очень много. Евросовет до 250 наименований консервантов, так сказать, разрешает. Практически все консерванты имеют вредное действие на организм. Какие-то задерживают жидкость, какие-то угнетают обменные процессы, какие-то, так скажем, вообще канцерогенными свойствами обладают. Вот самый популярный какой консервант? Сарбат калит, да. Например, он добавляется для чего? Чтобы в тесте, вот с этими начинками, не размножались микроорганизмы. Микроорганизмы, дрожжевые грибки и всевозможные флоры. Именно это продлевает жизнь как бы нашему продукту. Но это же хорошо для человека, нет? Нет, это не хорошо. На самом деле, эти, так сказать, консерванты, они имеют подобие, так сказать, антибиотиков. И если эти, так сказать, составляющие консервантов впадают в наш организм, то они нарушают работу нормальной микрофлоры в кишечнике. Следующий вопрос. Насколько натуральный бисквитный рулет? Ну, по-всему, не очень натуральный, да? Ну, если говорить как бы отдельно о тесте бисквитном, то это хороший продукт на самом деле. То есть там нет дрожжей и тесто пористое. То есть такое тесто легко переваривает даже люди, у которых есть заболевания желудочно-кишечные. Поэтому если бы не было только добавок туда, красителей, консервантов и так далее, то, наверное, этот продукт был бы полезным даже. Спасибо, Ольга, вам большое за горькую правду о сладких рулетах. Пожалуйста. Здравствуйте, я Ирина Лобачева. Сегодня я забежала в магазин купить что-нибудь вкусненького. Но так как очень калорийное мне нельзя, поэтому это будут сегодня рулетики. Бисквитные рулетики. Там множество вкусных начинок. Пожалуйста, помогите мне их выбрать. Поехали. На самом деле обожаю сладенькое. Особенно бисквитные рулетики. У меня бабушка была профессиональным пекарем. И она меня часто ими баловала. Поэтому я знаю толком их. Прежде всего, на что нужно обратить внимание, это, конечно, на информацию об изготовителе. Чтобы она максимально была полной. Ирина совершенно права. На упаковке рулета обязательно должна быть указана вся информация о производителе. Почтовый адрес, телефон. К тому же, обратите внимание на шифр. Если он смазан, от покупки такого рулета стоит отказаться. Плюс, конечно, дата изготовления, которая стоит на упаковке. Хочется что-то кисленького. Либо вишню, либо абрикосик. На самом деле, лучше выбирать рулеты со сгущенкой, орехами или шоколадом. А все потому, что фруктовая начинка портится намного быстрее. И чтобы она сохранилась, в рулет с фруктовой или ягодной начинкой добавляют больше консервантов, чем в рулет со сгущенкой. Была такая история, купила со сгущенкой. Думаю, ну попробую. Вдруг понравится. Положила на полку на кухне. В принципе, не очень высоко. О чем потом пожалела. Открываю вечером. Съела в выходной день. Думаю, ну побалую себя сегодня с сгущенкой. Вроде так все лежит на месте. Практически запаковано. Но, к сожалению, чайку попить не удалось. Так как начинки уже в рулетике не было. Постарался мой сын. Вот, поэтому теперь сейчас убираю все гораздо выше. Либо мы с ним сразу же делимся. Ну, сегодня, похоже, мой выбор пойдет на абрикос. Вроде меня здесь все устраивает. Но какие по-настоящему правильные рулеты, вы узнаете в конце программы. Самый большой рулет в мире испекли недавно кондитеры из Хошимина. Он весит более 6 тонн. Наши конкурсанты весят меньше, но цену себя знают. Чьи бисквитные амбиции справедливы, узнаем прямо сейчас. Финал. Назвать данные бисквитные рулеты натуральным продуктом никак нельзя. У них очень сложный состав с большим количеством искусственных добавок. Но все же мы выбрали образец, в котором меньше пищевых добавок по сравнению с другими образцами. Это участник под номером 2, который и становится победителем программы. Победителем конкурса программы «Контрольная закупка» становится бисквитный рулет с ягодной начинкой торговой марки «Ден Ролл».